Доброе утро! Сегодня с вами я, Андрей Кобзарь, ведущий программы «Утро Хакасии». И мы с коллегами желаем вам прекрасного начала дня. Впереди будет много интересного. Не переключайтесь! Сегодня уже 31 марта. Первый месяц весны кончается, а тепла-то вовсе и не повидали. Будем надеяться, дальше лучше. Но об этом мы узнаем попозже. Сейчас к праздникам. А вот с ними сегодня не густо. Торжественных и помпезных в наличии не имеем. Зато с 2011 года, 31 марта, празднуется Международный день резервного копирования. Безвозвратное удаление или пропажа необходимых файлов в результате ошибки вируса или сбоя системы, или даже кражи устройства, может обернуться катастрофой. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно делать бэкап. Так называют резервное копирование. Важно при этом соблюдать основные правила. Сохранять данные в трех экземплярах, не держать их в одном месте и обязательно пользоваться облачным хранилищем. Дата праздника выбрана, кстати, не случайно. 31 марта – это канун Дня Дурака. Первопрельские шутки могут быть довольно жестокими. Например, запущенные вирусы могут привести к потере всех данных. Надеюсь, вы запомнили основные правила. А сегодня, кстати, если увидите лебедей, будет вам счастье и радость. А все потому, что по народным приметам их прилет означает скорое наступление тепла. А если ночью звезды вам кажутся меньше обычного, то рекомендую вам достать зонтик, потому что это к дождю. К самому обычному. Ну а если вы каким-то чудом оказались на Венере, то готовьтесь к кислотным дождям. Кстати, о кислоте. А что будет, если соединить азотную и соляную? А вот об этом мы узнаем из нашей любимой рубрики «5 фактов». Смотрим! Царская водка – это смесь азотной кислоты, соляной, иногда добавляется серная. Взяты они в соотношении 1 к 3 по объему. Название не имеет отношения к алкоголю и происходит от устаревшего слова «водка». Это вода с уникальной способностью растворять металл. Сочинение Хальберта Великого называется «Аквасекунда» – вторичная водка. А первичная водка – «Акваприма» – азотная кислота. У других алхимиков – «Аквареаджия». Такая кислота представляет собой жидкость желто-оранжевого цвета с запахом хлора и диоксида азота. Только что приготовленная царская водка бесцветна, однако быстро обретает оранжевый цвет из-за взаимодействия кислот. Наличие особых продуктов делает ее сильнейшим окислителем. Смесь готовят непосредственно перед применением. При хранении она разлагается с образованием газообразных продуктов. Реагент химики используют как реактив при очистке некоторых металлов от примесей, например, азота, палладия или платина, а также для получения хлоридов металлов. Интересно, что она не способна растворить все, что угодно. Но вот воры нередко ее используют для открывания навесных замков. Достаточно всего лишь залить механизм запора, немножко подождать, а затем его легко сбить молотком. А многие любители используют царскую водку для добычи золота из радиодеталей. Из-за нее в нацистской Германии был объявлен запрет на Нобелевскую премию. В 1935 году немецкие физики доверили хранение золотых медалей известному внуке Нильсу Бору. Он вместе с коллегой растворил ценности в царской водке. За это потом оба были удостоены всемирной премии. Банка с раствором простояла среди сотен других до окончания войны, а потом химики выделили золото из раствора и передали его Шведской Академии наук и Нобелевскому фонду. Из него потом изготовили новые медали. До открытия H-хлор изобретение приписывали алхимику Гиберу. Он якобы первым изложил способ получения царской водки. Это сухая перегонка селитры, медного купороса, двойных солей и нашатыря в стеклянном сосуде. Приготовление царской водки путем смешивания кислот приписывают Андреасу Либальди. Это 1597 год. В принципе, факт растворения металла в растворе рассматривался алхимиками как приготовление суперрастворителя. Использование ее в практике привело к росту знаний о веществах и химических реакциях. Шесть дней весь мир следил за контейнеровозом Эвергивен. Он своей большой тушкой перекрыл весь Суэцкий канал. Пока шла спасательная операция, по обе стороны канала скопилось внушительное количество кораблей. Мировая экономика терпела убытки. Вся эта чудесная парковка у берегов Египта обошлась плюс-минус 210 миллиардов долларов. У нас таких каналов нет и контейнеровозы тоже замечены не были. Зато в нашей республике происходит много других интересных событий. Хотите узнать поподробнее? Тогда смотрим дайджест новостей. Росреестр составил рейтинг самых замусоренных муниципалитетов. В черный список нашего региона угодили сразу три района. Бейский, Аскизский и Орджоникидзовский. По данным ведомства, на Хакасию приходится 130 свалок. Более 80 из них несанкционированные. Законных же площадок ТБО больше всего в Бейском районе. Наименьшее количество в Шира. А вот в Абакане, Абазе и Сорске стихийных свалок нет вообще. В Пригорске обновляют систему водоснабжения. В рамках федеральной программы «Чистая вода». Планируется строительство объектов на общую сумму 233 миллиона рублей. Уже сейчас заключен контракт. Подрядчик приступил к подготовительным работам. А завершить строительство в Пригорске планируется до конца 2022 года. В Хакасии появятся придорожные кафе, парковки и туалеты. В нашем регионе уже разработан проект развития придорожной инфраструктуры. Сейчас ведется работа по формированию земельных участков. Разрабатываются типовые проекты, так как строительство запланировано в одном стиле. По Хакасии планируют построить свыше 20 многофункциональных комплексов. 22 участка оснастят биозонами. 13 мест выбраны для парковок. Сроки реализации пока не утверждены. Минтранс Хакасии проверит, насколько качественно дорожники проделали свою работу. Речь идет об участках, которые отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два предыдущих года. Выездная проверка стартует 15 апреля. Специалисты регионального Минтранса и Хакас Автодора совместно с Дорожным управлением Енисей проедутся по городам и селам республики, чтобы выявить дефекты. После этого они смогут вынести подрядчикам предписание по восстановлению дорожного полотна в рамках гарантийных обязательств. Близится конец учебного года, а это значит грядет ЕГЭ. И чтобы мамам и папам понять, что же это такое, проходит традиционная всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участникам предстояло на себе испытать всю организационно-процедурную часть, а также написать упрощенный вариант единого госэкзамена по русскому языку. Подробнее об этом нам расскажет наш корреспондент В этом году сдавать ЕГЭ будут больше 2600 выпускников Хакасии. В преддверии большой экзаменационной кампании наш регион в пятый раз присоединился ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На базе Абаканского лицея имени Булакина мамы и папы старшеклассников смогли испытать на себе все, через что предстоит пройти их детям. «Мы хотим показать родителям, что ЕГЭ – это абсолютно спокойная работа. Все наши коллеги, педагоги, которые участвуют в организации проведения ЕГЭ, они специально проучены. Руководители пунктов проведения экзаменов тоже проучены. Мы знаем эту технологию и хотим поделиться всеми знаниями с нашими родителями». Помимо министра образования Хакасии, к участию в сегодняшней акции также присоединились журналисты, общественники и председатель комитета по культуре, образованию и науке Верховного Совета Хакасии Оксана Разварина. «Идем и сами сдаем и показываем тем самым, что, во-первых, права ребенка здесь соблюдаются, атмосфера здесь дружелюбная, детям всегда помогут, их услышат». Перед входом в аудиторию все участники сдали мобильные телефоны и прошли проверку металлодетектором. Затем экзаменаторы в их присутствии распечатали контрольно-измерительные материалы и провели подробный инструктаж по заполнению бланков. Никаких поблажек. Все как на настоящем испытании. Впрочем, родители сегодня писали экзамен в упрощенной форме. На выполнение всех заданий им предоставили полчаса. «Ну и ничего такого там сверхъестественного, как описывают нам на классных часах, нету. Все, мне кажется, доступно и понятно. На вопросы ответить не так трудно, я думаю. А сочинение написать это уже надо, воображение, чтобы работало хорошо». Тем временем настоящие экзамены не за горами. Согласно предварительному плану, 15 апреля выпускникам предстоит написать сочинение, которое служит допуском к ЕГЭ по русскому языку. Основная экзаменационная кампания стартует 31 мая. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждает. Сильный ветер, метели и туман могут существенно затруднить на этой неделе движение всех видов транспорта на территории 10 регионов 4-х федеральных округов страны. В Краснодарском крае, Башкирии, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также Республики Северная Осетия. Нам повезло, в этот список мы не попали. В нашей республике хоть и пасмурно, но осадков не ожидается. Ветрено, средняя скорость по республике 7 метров в секунду, средний градус днем плюс 3, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. Световой день составит 12 часов 55 минут. Предлагаю перейти к деталям. В Черногорске и Усть-Абакане с утра солнечно, к полудню облака затянут небосвод. Выпадение осадков в синоптике не прогнозирует, днем до плюс 3. В темноте градус опустится до минус 6, умеренный ветер с юго-запада в среднем 7 метров в секунду. В Сорске ясное утреннее небо тоже постепенно затянется облаками, снега и дождя не ожидается. В городе умеренный ветер до 7 метров в секунду, днем от 0 до минус 4, а ночью до минус 8. Сайногорские беи облачно и пасмурно, снегопад не прогнозируют. В обеденные часы до плюс 4 градусов. После заката минус 2, минус 3, умеренный ветер с запада и юго-запада 7 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать до 16 метров в секунду. В Белом Яре дневные температуры приемлемые, до 3 тепла. В сумерках похолодание градус опустится до минус 3. Небо сильно затянуто, но без снежья. Умеренные воздушные массы с запада до 7 метров в секунду. Аскиз не порадует солнцем, пасмурно. Снег синоптики не ожидают. Днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Осадков нет. Умеренный ветер с запада до 7 метров в секунду. В Таштыпе небо тоже угрюмое. При облачности в дневной час плюс 3. В сумеречный период столбики термометров опустятся до минус 4. Умеренный ветер, но местами его порывы могут достигать 13 метров в секунду. В Абазе пасмурно, но бесснежно. Плюс 3 днем, минус 4 ночью. Слабый ветер до 5 метров в секунду. Шара облачно. Периодически солнце будет показываться из-за туч, снега или дождя не ожидается. За окном в светлое время плюс 1. С наступлением темноты падение градуса до минус 8. Ветер западный. Его скорость может достигать 7 метров в секунду. Солнечное утро в Баграде сменится на хмурый день. Осадков при этом не ожидается. Максимальная температура плюс 3 градуса, а в ночи похолодание до минус 4. Ветер умеренный. Скорость потока в 7 метров в секунду. В Копьево светлое время суток плюс 1. В сумерках градус попадет до минус 7. Небеса затянуты облаками, без осадков. Умеренный ветер запада в среднем 7 метров в секунду. В Абакане в обеденный час плюс 3, в середине ночи минус 3. Облачно, но с прояснениями, без осадков. В столице гуляет умеренный западный ветер до 7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое, влажность комфортная. В какой кружок отдать своего ребенка? И какие вообще существуют? С этими вопросами сталкивается, наверное, каждый родитель. И тут им на помощь приходит навигатор дополнительного образования. А что это за зверь такой? Нам сейчас расскажет заместитель министра образования и науки Хакасии Татьяна Евгеньевна Карташова. Татьяна Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро. Ну что это за навигатор? Рассказывать очень любопытно. Ну, мы эту работу начали давно. Хотя национальный проект образования, проект успех каждого ребенка, Хакасия вошла вот именно в персонифицированное финансирование. В 2019 году подали заявку и в 2021 году, вот сейчас мы войдем, и с 1 сентября 2021 года все занятия в рамках дополнительного образования будут организованы по персонифицированному финансированию в нашей республике. Но, тем не менее, с 2018 года платформа R19 навигатор дети работает в республике Хакасия. Это очень удобный сайт. А я отлично зашел, проверил, посмотрел. И, кстати, вот из любопытства ради я посмотрел, на какие курсы можно дать ребенка 8 лет в Аскейском районе. И вы знаете, а везде запись закончилась. Это так популярно все? Ну, действительно, да. Ну, это лучше делать в начале года. Ну, безусловно. Да, потому как мы формируем и цифры, и востребованность смотрим. Но, действительно, дополнительное образование сейчас очень популярно. Ну, и ранее это было. Но хочу сказать, что с некоторого времени подход к нему изменился. И сейчас оно отвечает вызовам времени. То есть это не те секции, которые набор был, и, возможно, они были не очень популярны. И туда ходило там 5-6 детей. А сейчас это полноценные группы, которые работают, которые достижения имеют. И тем самым развивают талант и одаренность наших детей. Поэтому навигатор удобный. Действительно, сейчас он требует заполнения и внесения персональных данных. И это правильно, это обоснованно. В ближайшее время Министерство просвещения обещает нам синхронизировать данный портал с порталом Госуслуг. Вот тогда, наверное, для родителя будет еще проще, потому как большинство уже зарегистрировано жителей нашей страны и нашей республики. Но сейчас, действительно, несколько шагов нужно сделать. Занести персональные данные вашего ребенка. Но это один раз, собственно говоря. И дальше вы видите весь спектр услуг по всей республике Хакасия. То есть, в случае даже переезда с одного населенного пункта в другой, очень удобно найти по интересу занятия для вашего ребенка во внеурочное время. Вот вы сказали, что атакуются кружки согласно веянию времени. Какие же из последних, таких самых современных вы можете отметить? Нашим детям очень нравится в том числе медиапространство. Они интересуются съемкой роликов, съемкой короткометражного кино. Это очень популярный вид технотворчества. Это, конечно, один из трендов. Недавно, кстати, выставка прошла технотворчеством. Мы рассказывали о ней. Да, большая выставка была. И там в том числе были наши ребята из Кванториума, были ребята из населенных пунктов всей республики Хакасия. В числе победителей города Сорск, Абакан, Багратский район. То есть, такая сеть действует по всей республике Хакасия. Ну, все, что связано с промышленным дизайном. Это сейчас тоже любят и девочки, и мальчики, что интересно. То есть, это и печать на 3D-принтере, изготовление запчастей, моделирование. Причем все это делается на современных компьютерах. То есть, такие кружки, секции, они дают потом и возможность выбрать будущую профессию. Я думаю, это большой весомый плюс для родителей в том числе, что их ребенок с детства может понять, чем он хочет заниматься. Пойти на кружок и определиться уже с ВУЗом. Ну, вот цель сейчас доп. образования, это, конечно, профориентирование в том числе. Ну, система дополнительного образования включает дошкольные образовательные организации, общие образовательные организации, средние профессиональные организации, и в том числе не государственные. То есть, все те, которые реализуют дополнительные общие образовательные программы и имеют лицензии. Имеющая лицензию по образованию детей, может попасть в этот чудесный сайт «Навигатор». В настоящее время лишь три организации негосударственного сектора включены в «Навигатор ДОП-образования». То есть это будет такая конкуренция. Надеюсь, со временем больше организаций негосударственных попадут в этот ваш реестр чудесный. И родители будут видеть и знать. Потому что, мне кажется, большинство родителей даже не в курсе, какие кружки есть в их районе, в городе. Поэтому, еще раз, конечно, уважаемые родители, ознакомьтесь. Замечательный ресурс R19 «Навигатор Дети» есть в Республике Хакасия. Вся информация по всем видам дополнительного образования и для школьников, и для школьного возраста детей отображена на этом ресурсе. Ну и, конечно, самое важное, что это организации, имеющие лицензию. Это организация, отвечающая всем требованиям. То есть не обык, кто будет учить ваших детей? Да, у нас создан региональный модельный центр РМЦ, так называемый. А в каждом муниципалитете муниципальный центр, который будет отвечать за внесение данных в «Навигатор». То есть вести информационную, разъяснительную работу, помощь оказывать в регистрации на данной платформе жителям своего муниципалитета. И в том числе заниматься и, наверное, такой вот ревизией. То есть посмотреть материально-техническую базу всего до образования. То есть заявили, грубо говоря, пилоты квадрокоптера, а теперь давайте посмотрим, есть ли у вас человек, который умеет обучать. Да, и педагогический кадр. Мы будем обучать в том числе и педагогов дополнительного образования. Вот это здорово. Вот это прям здорово. И кроме того, вы получите каждый родитель на каждого ребенка сертификат. А вот так сертификат, давайте поподробнее. То есть нам дадут... Практически во всей стране уже есть эта система. И лишь 15 субъектов, в том числе Хакасия, входят в 2021 году. И мы завершаем. Все субъекты будут включены в систему персонифицированного финансирования доп. образования. То есть за каждым ребенком идут деньги. Что для родителей привлекательно, что то, что они раньше покупали и могли рассчитываться из своего кармана, они рассчитываются посредством сертификата. А то есть мы регистрируем, допустим, ребенка, на него приходит сертификат. И, скорее всего, сертификатом мы уже оплачиваем. Можете направить его в тот или иной кружок. Кружок плавания, кружок шитья и кройки, и пилоты квадрокоптера. Я думаю, что это будут новые программы, новые интересные программы для развития детей. Потому что и детям будет, я думаю, интересно. Те же квадрокоптеры, дизайн, видеоролики. Потому что сейчас все дети снимают видеоролики в разных сетях. Мы открылись согласно требованиям Роспотребнадзора 10 августа 2020 года после пандемии. И я вам хочу сказать, что огромные благодарности слова от родителей, потому как есть чем заняться их детям. У нас и в выходные дни можно посмотреть, что центры дополнительного образования, наши кванториумы, не пустуют. Там всегда интересно, и мы всегда ждем наших детей. Ну что ж, Татьяна Евгеньевна, спасибо большое, что пришли, рассказали эту чудесную информацию для родителей, для детей. И желаю вам доброго утра и удачи. Спасибо. И всем хорошего дня. Ну что ж, дорогие родители, бегите уже быстрее на Р-19, навигатор-дети.рф, записывайте ваших детей, а мы движемся дальше. У нас впереди гороскоп. Овны, сегодня вы остынете к работе и почувствуете разочарование. Такое состояние может значительно осложнить дела. Не все так плохо, как кажется. Тельцы, вас могут обмануть в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Не торопитесь при работе с документами. Близнецы, сегодня вы достигнете намеченных целей. От вас так и исходит обаяние. Это поможет подняться на новую ступень карьеры. Раки, хороший день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, путешествий и общения с друзьями. Возможно, приятная встреча. Львы, не раздумывайте долго и соглашайтесь на возможные предложения о сотрудничестве. Вас ждет прибыль и дивиденды от предложений. Девы, день прекрасно подойдет для деловых встреч. Сегодня вы сможете осуществить выгодные проекты и оказаться на вершине успеха. Весы, вероятно, романтические приключения. Ваша неповторимость и проницательность не перестанут удивлять окружающих. Скорпионы, возможно, неожиданные проблемы, и вам понадобится финансовая поддержка. Не стесняйтесь обращаться за ней к близким друзьям. Стрельцы, уделите все внимание работе, иначе вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение. Козероги, вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на ваше социальное и материальное положение. Водолеи, постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение. Вы можете встретить новых друзей и даже спутников жизни. Рыбы, у вас появится вкус к экстравагантным выходкам и неразумным тратам денег. Сократите ненужные расходы до минимума. Город Азбест, что в Свердловской области, привлек внимание всей страны. Дело в том, что в одном из торговых центров проходила выставка экзотических животных. И одна макака решила, что пора на волю. И скрылась в потолочных перекрытиях. Организаторы панику поднимать не стали. Решили, что животное проголодается и вернется. Но не тут-то было. Они, видимо, забыли, что выставка-то проходит в торговом центре, где есть в том числе и супермаркет. Так что уже вольный примат легко смог найти себе пропитание. В итоге беглянку все же поймал приглашенный мастер из Екатеринбурга. Вот такая любопытная история. У нас, кстати, с едой тоже проблем нет. Нам каждое утро Ирина Топкасова заботливо подкидывает вкусные рецептики. А за ними еще и бегать никуда не нужно. Все само появляется на вашем экране. Ну что, давайте смотреть уже. Доброго-доброго утречка, мои хорошие. С вами Ирина Топкасова. И, как всегда, быстрые, вкуснячие и полезные завтраки. Сегодня мы с вами приготовим быстрый завтрак кисадиле. А чем мы ее будем начинять? Да тем, что у нас есть в холодильнике. Кисадилю можно готовить либо на сковородке, либо в духовке. А у меня есть вот такой вот волшебный электрический гриль. Ну что, поехали? Берем лепешечку для кисадиле. Они продаются сейчас в любом магазине. Так, и будем сейчас ее начинять. Ну, давайте, классика жанра. Майонез. Начиночку кладем на одну половинку. Кисадиле, потому что мы потом вот так вот будем закрывать, как чебуречек. Вот случайно в моем холодильнике оказались соленые огурчики. Сейчас мы их сюда тоже аккуратненько выложим. Выложим. Так. Ой, у меня аж слюнки потекли. Вкуснота какая получится. Конечно же, как позавтракаешь, так и день и проведешь. Несомненно. Так, ну вот, берем мяско копченое у меня здесь есть. Отрезаем парочку кусочков. Тоже вот так вот кладу. Еще хочу положить сырочку. А что ж нет-то? Сытно покушаешь. Знатно поработаешь целый день. Правильно? И еще бы я сюда добавила чуть-чуть зелени. Зелень можно даже положить вот так вот, не резать. Красота. Теперь закрываем вот так вот красивенько, прижимаем и отправляем на наш гриль. Три минутки. Ну и если вы хотите, чтобы было более хрустяще, более зажаристое, мы используем вот такую вот гантелю. Вы же знаете, муж у меня спортсмен. Заодно и утром позанимаемся зарядкой. О! Открываем. Достаем. О! Разрезаем. Ой, какая хрустящая получилась лепешечка. Ммм. 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 Тесто хрустящее. Сыр расплавился. Очень вкусно. Приятного аппетита и хорошего вам дня. Музыка – это прекрасно. Но что, если захотелось, как говорится, дать джазу, а под рукой нет музыкальных инструментов? Музыка. Музыка. Знаете, это очень удобно. Представляете, сколько стоят медные духовые в магазине сейчас? А тут считай бесплатно. Прелесть, но я предлагаю двигаться дальше. Нас ждут смешные, забавные и мимимишные видео в нашей самой любимой рубрике «По приколу». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА